Сегодня мы все ляжем спать. Но завтра утром примерно 250 тысяч человек не проснутся. И это только смерть по естественным причинам. Эти смерти не связаны с голодом или войной. От военных конфликтов, к примеру, гибнет 5 тысяч человек ежедневно. Допустим, вы проснетесь завтра утром. Есть ли у вас вообще гарантия того, что вы проснетесь? Нет. Итак, допустим, вы завтра проснетесь. Просто улыбнитесь. Это станет первым шагом к осознанию вашего бытия. Завтра утром, когда вы проснетесь, проверьте, не умерли ли вы, действительно ли вы проснулись. Ущипните себя. Если вы проснулись, это нужно хотя бы немного отпраздновать. Не обязательно вскакивать и танцевать. Просто улыбнитесь и скажите себе, спасибо за этот день. Я все еще жив. Сотни тысяч человек умерли за эту ночь. Они были такими же, как вы и я. И раз, их не стало, не так ли? Их уже нет. Но вы все еще здесь. Вы еще живы. А это точно заслуживает одной широкой улыбки. Если четверть миллиона человек умерли, то, по крайней мере, от трех до пяти миллионов человек потеряли кого-то, кто им был близок. Проверьте близких вам людей, родных, друзей, родственников или знакомых, которые имеют для вас значение. Все они живы сегодня. Это еще один повод для широкой улыбки. Представьте, как к вашей голове приставляют пистолет. Как вы будете себя чувствовать? Вы будете в ужасе и ощутите всю ценность жизни. Вот насколько это ценно быть живым, не так ли? Завтра утром четверть миллиона человек не проснутся. Они умрут в эту ночь, но вы все еще живы. Разве это не заслуживает хотя бы одной широкой улыбки? Это как в притче, когда учитель спросил у ученика. Чувствуешь ли ты вкус воздуха? Ученик принюхался к лесному воздуху и назвал несколько запахов. Да, нюх у тебя неплохой, ответил учитель. Но как насчет вкуса? Ученик по собачьи высунул несколько раз язык, но остался в недоумении. Тогда учитель улыбнулся и, подскочив сзади, схватил ученика и зажал ему рот и нос. Когда спустя минуту без воздуха ученик начал дрыгать конечностями и извиваться, учитель отпустил его. Тот жадно начал вдыхать полной грудью и чуть отдышавшись сказал. Вкус жизни. Вот что я чувствую. Верно, ответил учитель. Этот вкус ты должен чувствовать всегда. Этот вкус есть также в воде, в еде и во многом другом. Не ешь то, в чем нет главного вкуса. Не говори с тем, кто душевно мертв. Пей из чаши жизни с удовольствием, но не торопись, ведь можно опустошить ее раньше времени, а можно и вовсе расплескать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!